Самое эффективное решение заручиться поддержкой биомассы, это создать счастье для этой биомассы, чем является этот обезьянник. Музыка И как бы ждет, что из этих играющих обезьянок вылетит какой-то общественный оргазм и придет к ним, посетит их и воодушевит, вооблаговолит их. Так что им все позавидуют, что они сейчас находятся здесь, на этом месте, стоят, какое счастье люди, все кайфуты, люди всего мира, всего Харькова, завидуют, что они здесь, на этом месте стоят и смотрят на этот обезьянник. И оттуда в лунае идет музыка с таким впечатлением, что эти обезьянки там играют. Ну а если разобраться, и люди стоят и в своих головках праздничных, начинает до них что-то доходить, разбираться, что кайфа не вылетает, оргазма не вылетает. Они от этого не пьянеют, от счастья, от ража, от какой-то там вообще ностальгии, там плачет, может кто-то там совок вспомнил детство, в мире животных, зенкевича там уголовно. То есть, да людей начинают допирать, что их вделали, их как лохов чуток развили, что такая хрень, эти обезьянки всякие повара там стоят в каждых кулиничах. И это не какая-то там суперинтересная аттракция, аттракшн для людей, чтобы их воодушевить, чтобы удивить их чем-то, абсолютно. То есть, такого полно в каждых кулиничах, то есть, тут уже вообще ничего интересного в этом нет. И мало того, кроме того, такое чудилово, как детский аттракцион, должен стоять, ну или где-то на детских площадках, а скорее всего, этот обезьянник должен стоять, ну, возле обезьянника в зоопарке. Вот ему сам там место раз, а не в культурном месте возле лебедей, красивейших лебедей, за которых спасибо Харькову, харьковчанам, потому что с их податков, с их карманов эти лебедя, конечно, на откатах огромных были там инсталлированы. С одной стороны, конечно, прикольно наблюдать было за этой экзальтацией общественной, коллективной, но с другой стороны, очень неприятно, очень смутно, очень противно смотреть на людей, которые ведут себя как примитивные, те же самые, которые, они, кстати, я думал, там хотя бы они как светомузыкальный фонтан, там под музыку, движения какие-то, свет там вылетает, а нет, там еле-еле там одна обезьянка там что-то рукой водит, и все. То есть, ну, кидалово очередное. И они приходят туда в надежде, что оттуда вылетит кайф для них. Вот так вот. Вот за что погибают, отдают свою кровь бойцы на фронте. Вот за такую чушь у людей, у народа. Когда эта чушь, грязь, чморовство, коллективный лоховизм закончится у народа, стоит только гадать и молиться, чтобы он скорее наконец-то закончился. Это хрень совковая. То есть, и как потом этому населению, такому биологовскому, втудыкивать и объяснять, чтобы оно поверило или не поверило, что российские ли наемники, российские ли войска вторжились в Донбасс, воюют в Крыму и тому подобное. Или не российские. Российское это оружие или не российское. Вот они верят или не верят. То есть, и эта биомасса потом голосует и выбирает тех, которые разваливают потом или не разваливают наше государство Украина. Вот от этих людей, которые в счастье, в восторге, в экзальте, в захвате, в кайфе от этого обезьянника, от этого примитивизма, примитивная масса, от этой примитивной массы и зависит будущее детей наших государств. То есть, насколько способна эта биомасса строить свое европейское по канонам, по паттернам демократии нормальной государство? Насколько она способна, насколько у нее мозжечок работоспособный в этом строительстве? То есть, какая хрень разница, российские обозначения, видзнакы, или еще какие-то, там, голубые каски, как в Чехии, в Тархаде, или еще какие-то каски, любые. Какая хрень разница? Окупант, он и в Африке оккупант. Он везде оккупант, и его нужно уничтожать. А биомасса начинает, а вот это российская техника, лидерская техника, это, может, не россияне, может, это сепары, шахтеры. Вот мозг, насколько нерабочий, примитивный у биомассы, обезьянника вот этого. В серости и безликости совка советского биомасса была серой, безликой и безвольной. Посмотрим, как теперь в красоте на деньги этой массы. Эта масса станет волевым, справедливым и активным народом. В серости и безликости совка советского биомасса была серой, безликой и безвольной. Посмотрим, как теперь в красоте на деньги этой массы. Это масса станет волевым, справедливым и активным народом.